А сейчас будет важная тема, потому что она коснется крупных изменений. Они необходимы любому проекту, чтобы встряхнуть игру. Периодически мы добавляли абсолютно новые механики или серьезно меняли баланс игры. Но в этот раз мы пошли еще дальше и решили поменять ощущения от самого игрового процесса. С 4 ноября мы прямо в игре будем пробовать комплекс изменений, которые призваны сделать более важным совместные действия, при этом не уменьшив скорость боя. В рамках этого теста будет в 2 раза увеличено здоровье танков и объем заряда баллонных пушек, типа огнемета или зиды. Мы уберем из матчмейкинга большие карты и сосредоточимся на режиме игры 6 на 6, при этом сократив время матчей до 5 минут. Мы планируем, что так вы будете проводить больше времени в бою, а не в полете на респаун. Тест займет 2 недели. Такие глобальные изменения мы не можем запустить просто на тестовых серверах. Здесь нужно, чтобы вы все могли это опробовать в реальных боевых условиях. Мы понимаем, что большинство старичков воспримут изменения в штыки. Но мы просим вас сначала поиграть с тестовыми изменениями несколько дней, и уже после этого ответить нам в комментариях на несколько вопросов. Почувствовали ли вы уменьшение количества бесполезных смертей? Как изменилась польза от вовремя использованных овердрайвов и дронов? Как изменилась важность фокусировки огня и командной игры? Смог ли наш эксперимент изменить ваш интерес к игре? Приветствую, друзья, всех! Снова я, снова я. Сегодняшний видеоролик один уже вышел на канал. Я не хотел вообще сегодня что-либо еще записывать, но так получается, что видеоблог преподнес большое количество сюрпризов, и в связи с этим я записываю еще один видос. И я, честно говоря, просто в шоке от того, что я только сейчас увидел и услышал, и решил поделиться своими мыслями вместе с вами, потому что такую тему я не мог не обозревать, потому что это все-таки игровой процесс, это не какая-то там конкурсы какие-то там, еще шляпы, да, хоть я и в последнее время не смотрел видеоблоги, но сейчас я просто там сидел, своими делами занимался, открыл Дискорд, там наши ребята что-то начали так сильно возмущаться, смеяться, я такой думаю, ладно, окей, зайду быстро тоже посмотрю, что там за фигня, просто, ну, реакции такой давно не было, и я думаю, ну, явно что-то случилось, что-то то, чего никто не ждал. В общем и целом, из того, что уже я включил и показал вам, кто не понял, то у нас с, я так понимаю, 5 ноября происходит тест на 2 недели, где в матчмейкинге теперь игры будет 6 на 6, катки по 5 минут, все большие карты убираются, остаются только небольшие карты и карты, я так понимаю, средние дальности, да, там определенные какие-то, наверное, Александровские и прочие, да, то есть небольшие карты. Повышается количество ХП всех корпусов, а также повышается баллон у продувов, то есть это Жига, Фриз и Езида. Соответственно, что мы получаем в этом исходе, да, то есть у нас меньше Респов, о чем сказал Орех, меньше киллов, меньше, если меньше киллов, меньше убийств противника, меньше опыта, который вы зарабатываете. Если меньше опыта, значит меньше кристаллов вы фармите. Соответственно, что мы получаем? Минус фара. Медленный геймплей и замедление вообще всех процессов. То есть, если у нас сейчас есть динамика, есть скорость, и тебе нужно принимать быстро правильные решения, то с 5 ноября, две недели, пока будет этот тест, динамика падает в два раза. Два раза дольше живешь, значит, два раза меньше динамика. Дольше живешь, все ребята, которые не умеют быстро принимать решения, играют не так сильно, имеют большее преимущество, ну и весь фарм падает, весь фарм падает. И это, как по мне, никаким образом не может быть чем-то интересным и чем-то уникальным. Ну, именно на той стадии, которую я сейчас услышу. Плюс ко всему прочему, я так понял, что изменения коснутся полностью игры, не только матчмейкинга, потому что МЧ сразу говорили, что как бы хотят там переносить. На неделю, оказывается, сейчас будет это все еще, я так понимаю, дольше, да, если это все касается не только матчмейкинга, но хотя там была речь только про матчмейкинг, поэтому я все-таки надеюсь на то, что эти изменения коснутся исключительно матчмейкинга. То есть, если все закончится именно на слове MM, матчмейкинг, то я не буду так, наверное, гореть с этого. Я буду спокоен по этому поводу. Но вот если все будет полностью в мере и в пробитвах, и во всех закрытках, хотя в закрытках можно отключить, наверное, я думаю, что это можно сделать, да, чтобы это не работало. Ну, не знаю, короче, почему тогда МЧ как бы так быстро идет, и вот эти вот изменения нужны были, да, то есть, соответственно, я так понимаю, что это будет в воде совсем полностью на все танки, да, и это эксперимент. То есть, я понимаю, что и у меня вообще жопа уже подорвала неплохо, так, и у вас, я уверен, что кто смотрит этот видос, уже подорвала, но главное слово здесь эксперимент. И я не поверю, что с этим экспериментом большая часть будет согласна. Я даже не знаю, какая часть будет с этим согласна. Но даже уже на этой стадии я понимаю, что это говно. Прямо реально полное. То есть, при любом раскладе. Оно не может быть лучше. По одной простой причине, то что, если уж мы смотрим на тот же VOD, да, и танки онлайн, и понимаем, что здесь есть скорость, есть динамика, есть, ну, максимально быстрые принятия там решения по ситуации даже в киберспорте, да, то есть, у тебя нет права думать долго, да, то есть, а не как там в VOD, там, ну, довольно медленно все происходит. Нет такой динамики, нет такой скорости, да. То есть, для чего переводить игру в более медленное русло, то есть, если уже из всего того, что у нас было, игру у нас только ускоряли, 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 вводили все больше динамики, чтобы все происходило быстрее, чтобы и ты фармил больше, и быстрее, и, ну, как бы, к этому все привыкли. Для чего делать эксперименты с изменениями в большем количестве ХП, в большем количестве баллонов продувных пушек, да, чтобы больше жили, да, как бы, типа, много летают на респы. Много летают на респы нубы, которые не умеют играть. Любой игрок, который понимает, что нужно делать в матчмейкинге, летает на респы мало. То есть, за катку там, ну, от пяти до десяти раз, за семиминутную матчмейкинговую катку. Соответственно, ты летаешь примерно раз так в секунд сорок. Это много? Нет, это мало. Плюс, ко всему прочему, сейчас у нас уже занерфили Хорек. А Хорек, это был один из тех корпусов, который давал возможность постоянно фокусить противника и уносить его на респ. То есть, он только респится за счет того, что у тебя отключается момент именно с нулевым уроном с респа, который делали, именно для того, чтобы нубы могли просыпаться и хотя бы чуть-чуть думать своей башкой, ну, и для телефонов, которые и так там ничего не могут сделать, как по мне. Чтобы у них была возможность. Хорьки в этом плане уносили. Все. И у тебя не было возможности подумать, если Хорек стоит, например, на респе, ты респишься, он тебе дает, например, там рельсу или еще что-то, ты уходишь сразу на моментальный рейс. Окей. Хорьки занерфили. Такой возможности сейчас нет. Все. Для чего делать эксперимент? Для чего замедлять игру? И говорит, что идет акцент на то, что много респицы. Не респицы много. Не респяца. Респицы нубы, которые не умеют играть. А если ты не умеешь играть, тебе надо учиться играть, а не переходить на новые меры, чтобы дольше жить. Ты даже и будешь дольше жить. Ну а толку от того, что ты будешь дольше жить, если ты все равно нуб, который не умеет играть, который не понимает, что нужно делать в этой игре. Поэтому для меня это максимально бесполезное, глупое обновление, которое уже на данной стадии для меня ничего хорошего привнести не может. Я всегда был склонен к динамике, к скорости, к моментальному принятию решений. А с любым замедлением у тебя будет больше возможности принимать решений. А это значит, что и конкуренция становится совсем другой. Изменяется вся тактика, технология боя и ведение боя. Все, короче, меняется абсолютно. И любой игрок, который не умеет принимать быстрое решение, будет иметь примерно равные шансы с теми игроками, которые умеют владеть этой скоростью. Это, наверное, все, что я хотел сказать. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Согласны ли вы с моей точки зрения, что данный эксперимент не имеет смысла? Либо же что вы думаете по этому поводу? Пусть он будет. Пусть он будет. Я не против. Пусть он будет, это эксперимент. Окей. Окей. Я сам его потестирую. Но я не думаю, что мое мнение изменится. Но если вы будете согласны с этим экспериментом, то я не знаю. Я не знаю. На данной стадии я уже могу сказать, что это шляпа полная. Нет смысла менять динамику. Это абсолютно неправильно. У меня на этом все. Поддержите видеоролик лайком, если согласны с моей точкой зрения. Но если не согласны, или согласны и почему, если у вас свое какое-то определенное мнение, напишите в комментариях. Мне тоже будет интересно его прочитать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.